Здравствуйте, друзья! Как работает ИОННЫЙ ВЕТЕР Алюминиевая пищевая фольга и тончайшая медная проволочка, а между ними лишь 3 см воздуха. Фольга и проволочка закреплены на квадратном диэлектрическом каркасе из легких пластиковых палочек. Конструкция покоится на столе, и как на любой предмет на нее действует сила тяжести со стороны Земли. Но стоит создать между фольгой и проволочкой разность потенциалов в несколько тысяч вольт, подав на нее высокое постоянное напряжение порядка 30 000 вольт от маломощного источника питания, как конструкция словно по волшебству взлетает. Речь здесь не идет о взлетающем конденсаторе, ведь обкладки, если их вообще можно так назвать, почти не перекрывают друг друга по сколь-нибудь значимой доле своих площадей, а значит, практически никакого накопления энергии в диэлектрике между обкладками не происходит. Если бы конструкцию не удерживали на столе тончайшие крепкие ниточки, она продолжила бы свое поступательное движение в направлении электрода из тонкой проволоки, но поскольку ниточки крепко держат изделие, оно просто зависает в воздухе над столом и как бы левитирует над ним. Этот эксперимент — наглядная демонстрация так называемого эффекта Бифельда Брауна, известного многим экспериментаторам, любителям лифтеров, от английского «lifter», чьи поделки в огромном разнообразии можно наблюдать на YouTube. Эффект Бифельда Брауна — это один из тех немногих физических эффектов, которые не так-то просто однозначно объяснить и внятно описать даже сегодня. Фактически возле электрода проволочки малой площади напряженность электрического поля в десятки раз превышает напряженность возле электрода фольги большой площади. Это значит, что на окружающее пространство данные обкладки воздействуют по-разному. В пространстве между электродами и около них имеет место сильно несимметричная картина, постоянной во времени напряженности электрического поля. Здесь есть, конечно, в качестве одной из составляющих так называемый ионный ветер, вклад которого, однако, в движение конструкции очень и очень мал. На ионный ветер приходится менее сотой доли всей тяги . Ионного ветра хватает разве что на то, чтобы немного отклонить язычок пламени, как в школьном эксперименте с высоким напряжением на кончике иглы, поднесенной к зажженной свече. Это совсем мизерная сила, она не сможет даже приподнять фольгу от стола, не говоря уже о том, чтобы удерживать в подвешенном состоянии на натянутых нитях изделия весом в десятки и сотни грамм. Из 100 грамм тяги ионный ветер создает максимум 1 грамм. Кроме того, 40% тяги при работе не в вакууме создает движение потока воздуха, возникающее вследствие эффекта коронного разряда нарезкой грани в электрическом поле. На этом принципе уже сегодня работают электростатические безлопастные вентиляторы. Возле тонкого электрода атомы воздуха ионизируются и начинают двигаться в направлении широкого электрода. По пути они сталкиваются с другими молекулами воздуха, отдают им долю собственной кинетической энергии или опять же ионизируют, и те поэтому ускоряются. Так создается поток воздуха от тонкого электрода к широкому. Этого потока воздуха достаточно, чтобы поднять очень легкие модели по принципу реактивного движения с отбросом массы, масса молекул воздуха. Но в контексте того, о чем будет сказано ниже, даже эта крупная составляющая эффекта Бифельда Брауна является всего лишь паразитной компонентой, зависящей от величины тока. На самом деле тока утечки. Вся соль эффекта в том, что около 49% тяги, как говорят ученые, имеют здесь неизвестную природу, то есть практически половина общей подъемной силы как-то связана с действием несимметричного электрического поля на окружающее пространство, и вообще не связана с величиной тока, создаваемого потоком ионов воздуха. По всей вероятности, речь идет о воздействии этой заряженной конструкции на гравитационное поле над электродом малой площади. Если убрать ниточки, которые удерживают изделие на столе, оно будет все время стремиться вверх, в сторону электрода малой площади. На этом принципе, как предполагают российские ученые Эмиль Бекташев и Михаил Лавриненко, можно попробовать построить очень эффективный двигатель для космического аппарата. Эксперимент в вакууме подтвердил принципиальную возможность данной затеи. Автор Андрей Повный Вот такая интересная статья попалась мне сегодня, и я решил поделиться ею с вами. Надеюсь, вам было интересно, а если хотите не пропустить следующие мои выпуски, подпишитесь на мой канал и отметьте колокольчик. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.